Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первые видео авторынок. Добро пожаловать на очередную серию наших сравнительных обзоров. А сегодня сравнение у нас будет довольно интересное. Сегодня в наших руках собралось три поколения легендарного кроссовера от компании Toyota. Модель эта по праву считается одним из фаворитов рынка поддержанных автомобилей, поскольку репутацию данной машины компания нарабатывала десятилетиями. И сегодня в несколько минут обзора мы разберемся, что же становилось лучше, а что, возможно, не очень. По ходу эволюции данной модели. Встречайте, Toyota RAV4 30-й, 40-й, 50-й кузова. Третье поколение Toyota RAV4 в кузове X-A30 появилось в 2006 году. Эта модель продолжала выпускаться по 2013, при этом машину дважды обновляли в 2008 и в 2010 году. При этом последнее обновление привнесло некоторые новые элементы, например, новую линейку моторов и вариаторные коробки передач. На российском рынке дорестайлинговые рафики в 30-м кузове в основном представлены бензиновыми версиями. Это двухлитровый мотор на 152 лошадиные силы и двигатель 2,4 на 170 лошадей. Коробки передач механические, либо четырехступенчатые автоматы. Привод в большинстве своем у таких автомобилей полный. Наш сегодняшний экземпляр 2007 года выпуска – это дорестайлинг с двигателем 2,4, автоматом полным приводом и пробегом в 242 тысячи километров. Следующее поколение, четвертое по счету в кузове X-40, появилось в 2012 году. И модель простояла на конвейере 7 лет. Последние экземпляры 40-х скатились с конвейерных линий в 2019-м. В 2015 году случился рестайлинг. Ну а на российский рынок большинство таких рафов поставлялись с моторами 2 литра на 146 лошадей, либо 2,5 литра на 180 лошадей. Коробки передач здесь были либо вариаторные для младшего мотора, либо автоматически, но уже шестиступенчатые для двигателей старших. Кстати, здесь же появился еще и дизельный мотор объемом 2,2 литра. Наш сегодняшний экземпляр – это 2016 год, обновленная машина с мотором 2.0, полным приводом и вариаторной коробкой. Ныне актуальное пятое поколение модели в 50-м кузове появилось в 2018 году. На российский рынок эти машины поставлялись с двумя вариантами двигателей. Двухлитровый мотор выдавал 149 лошадей и мотор объемом 2,5 – 199 лошадиных сил. Младший агрегат сочетался с вариаторной коробкой, ну а старший по объему с восьмиступенчатым автоматом. Привод передний, либо полный. В наших руках автомобиль 2020 года с двухлитровым мотором, полным приводом и вариаторной КПП. Третье поколение RAV4, если говорить про обычную короткобазную версию, является по совместительству самым компактным среди всех трех поколений. Длина автомобиля 4 метра 39 сантиметров, ширина 1,81 метра, а высота 1,68 метра. Колесная база стандартной версии 2 метра 56 сантиметров. Автомобиль не особо тяжелый. Снаряженная масса 1590 килограмм, а максимально разрешенная 2 тонны 110. Четвертое поколение подросло в габаритных размерах, причем в длину значительно. От переднего до заднего бампера здесь 4 метра 60 сантиметров. Ширина автомобиля приросла 3 сантиметрами, теперь это 1,84 метра. Настолько же увеличилась высота 1,71 метра. Колесная база теперь составляет 2 метра 66 сантиметров, а снаряженная масса выросла на целый центнер 1690 килограмм. При этом уменьшилась грузоподъемность, ведь максимально разрешенная масса выросла всего на 20 килограмм и теперь составляет 2 тонны 130. Пятое поколение не изменилось в длине 4,60, но стало шире и ниже. Ширина автомобиля 1,85 метра, а высота 1,69 метра. При этом оставшись практически в тех же весовых характеристиках 1675 килограмм снаряженной и 2120 максимально разрешенной массы. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то стандартный слой для 30-го кузова это где-то 90-100-130-140 микрон в большинстве своем. Что соответствует стандартным окрасам Toyota Tehle. Если же мы будем мерить кузов сороковки, то обнаружим, что в данном случае нижняя граница толщины лакокрасочного покрытия уже в районе 75, а то и 68 микрон. Хотя верхние границы пролегают плюс-минус в похожем диапазоне, где-то 120-130. Ну а что касается 50-ки, то в данном случае речь идет про дилерский российский автомобиль. Так вот толщина его окрасочного покрытия лежит в диапазоне от 100-102 до где-то 110-120 микрон, не считая окрашенного переднего левого крыла. И кстати, такие показатели больше, чем на чисто японской праворульной версии, которая также была в наших обзорах и где основная масса показаний толщиномера по элементам это 70-90 микрон. Ну а теперь давайте посмотрим на эволюцию внутреннего пространства трех последних поколений RAV4. Доступ в багажник 30-го кузова нам открывает огромная распашная дверь, дополнительно утяжеленная с запасным колесом. Объем багажника здесь по каталогу это 450 литров. Пооружимся рулеткой и посмотрим, что это в линейных размерах. Проем багажника, который здесь практически не сужается, по своей средней части это 112 сантиметров. Высота от фальшпола до крыши порядка 94. Длина по полу 80 сантиметров, а ширина в средней части 106. Для перевозки габаритного груза можно сложить заднее сидение, причем сделать это возможно прямо из багажника. Сидения складываются в ровный пол, а расстояние от пятой двери до передних сидений становится 163 сантиметра. А если груз длинный и узкий, вы можете увезти в этом автомобиле нечто длиной до 2 метров 43 сантиметров, если просунете груз между передними креслами. А теперь давайте посмотрим на следующее поколение. У сороковки багажник уже более привычный, крышка открывается вверх. Объем багажного отделения по каталогу 577 литров, а запасное колесо переехало с крышки багажника в подполье. Визуально проем здесь кажется уже, но по факту его ширина 114 сантиметров. А вот высота от фальшпола до крыши по проему тут изрядно уменьшилась. Теперь это 86 сантиметров. Зато багажник стал длиннее 94, а его ширина по самой узкой части 110 сантиметров. Сложить спинки кресел из багажника в данном случае у вас уже не получится. Придется сделать это через задние двери. При складывании сидения подушка опускается вниз, и соответственно вы получаете пространство, которое можно назвать ровным полом. Расстояние от спинки переднего сидения до крышки багажника это где-то 185 сантиметров. Так что расположиться на ночлег здесь получится даже у людей высокого роста. Да и для перевозки длинномерных грузов эта машина уже подходит лучше, так как расстояние от крышки багажника до передней панели здесь 2 метра 70 сантиметров. Судя по каталожным цифрам, у 50-ки самый большой багажник из всех трех RAF 580 литров при поднятых спинках задних сидений. Доступ сюда нам открывает широкая крышка с электроприводом. А вот ширина проема посередине здесь на самом деле небольшая, всего 109 сантиметров. Высота от фальшпола до крыши 81. Запасное колесо также теперь прячется в подполье. Длина багажного отделения от спинки сидения до крышки ровно метр. А его ширина по самой узкой части тоже метр. Складывать сидения здесь вам также придется из салона. Никаких дополнительных кнопок, ручек и так далее для этого дела в багажнике не предусмотрено. При складывании задних сидений подушка здесь больше не уходит вниз, как на предшественниках. И соответственно ровный пол у вас не получится. Высокая поверхность имеет довольно выраженный наклон. А расстояние от спинки переднего сидения до крышки багажника метр семьдесят. Ну а в случае, если вам вдруг приспичило перевести здесь плинтус или что-то подобное, то расстояние до передней панели ровно такое же, как на сороковом кузове два метра семьдесят. Что касается двигателей, под капотом дорестайлинговых, как в нашем случае RAV 4-х третьего поколения, располагалось два варианта бензиновых моторов. Два литра на сто пятьдесят две и два и четыре литра на сто семьдесят лошадей. И оба двигателя относятся к одной серии. Это АЗ-ы. Один АЗ-FE и два АЗ-FE. Соответственно, никаких новомодных примочек и систем на этих моторах еще не было. Это обычные рядные четверки с алюминиевым блоком и с чугунными гильзами. Здесь два верхних распредвала, цепной привод газораспределительного механизма и есть фазовращатель на впускном валу. А вот гидрокомпенсаторов на этих старых сериях двигателей, увы, нет. Поэтому, если понадобится регулировка, выполнять ее придется при помощи подбора толкателей. Впрыск топлива здесь самый обычный распределенный. И АЗ-серия, в принципе, переваривает 92-й бензин. Забегая вперед, моторы эти на самом деле надежные. Их примерный ресурс это 350 тысяч километров пробега. Ну а если ухаживать, то больше. Ключевая проблема этой серии с вытянутыми шпильками крепления головки блока цилиндров к самому блоку канула в лету на рубеже 2006-2007 годов, когда компания провела ревизию, увеличив длину резьбовой части. До этого на некоторых моторах появлялся зазор между ГБЦ и, собственно, блоком, что приводило к попаданию антифриза в масло. Также по этим двигателям можно отметить не особо огромный ресурс цепи газораспределительного механизма, который есть шанс поменять на пробегах до 150 тысяч. Ну и учитывайте, что если речь идет про двигатель 2.4, то в нем присутствует еще и блок балансирных валов, которые могут служить как дополнительным источником шума, так и проблем в случае, если дело дойдет до необходимости их замены. Пожалуй, самая глобальная проблема, которой отметились эти моторы, это расход масла на угар. И если опросить тех, кто владел, например, старыми Camry 40 с подобным двигателем и большим пробегом, то практически все эти люди так или иначе вынуждены были корректировать уровень масла по ходу эксплуатации. И причина здесь чаще всего кроется в залегших маслосъемных кольцах. Что касается динамических характеристик, третий равчик с мотором 2.4 на автомате разгоняется до 100 км в час за 10,6 секунды, что на самом деле неплохо, а двухлитровая версия проделывает ту же процедуру за 12 с небольшим. Сказываются длинные передачи в автомате, которые здесь, кстати, четырехступенчатые. Ресурс коробок хороший, не забывайте менять масло раз в 60 тысяч километров, и тогда они запросятся в ремонт не ранее, чем на отметках 250-300, а то и больше. На обновленных рестайлинговых короткобазных 30-х кузовах появился двигатель новой серии ZR 3ZR FAE, ключевой проблемой которого в свое время было наличие системы Valvematic, системой регулирования высоты подъема клапана, по блоку управления которой возникали проблемы у некоторой части эксплуатирующих подобную машину. Так вот, несмотря на то, что на 40-м кузове базовым двигателем остался все тот же 3ZR, но уже с суффиксом FE, говорящим о том, что системы Valvematic здесь больше нет. И это хорошо, это определенный плюсик в копилку надежности. Правда, теперь двухлитровый двигатель выдает всего 146 лошадиных сил. Он все такой же алюминиевый, здесь два распредвала, но фазовращатель установили также и на выпускном распредвалу. Впрыск топлива по-прежнему самый обычный, без каких-либо ухищрений, а привод ГРМ цепной. Зато появились гидрокомпенсаторы, так что заниматься регулировкой клапанных зазоров больше уже не нужно. Особых слабых мест у подобной версии 3ZR нет, если не считать, опять же, появление расхода масла на угар большим пробегом, чему может в немалой степени способствовать предшествующий перегрев и склонность потеть или подтекать маслом по лобовине, то есть по крышке, прикрывающей цепи ГРМ, которые, кстати говоря, также служат около 200 тысяч километров пробега. Старший по объему агрегат под капотом 40-го РАФа – это тоже мотор новой серии 2АРФЕ. Этот 180-сильный 2,5-литровый двигатель с четырьмя цилиндрами в ряд вы также можете найти под капотом Камри 50-ки. И это очень-очень надежный мотор, практически лишенный конструктивных недостатков. В основной своей массе проблемы 2АРФЕ связаны к большим космическим пробегам с выходом из строя муфт-фазовращателя, вернее, с появлением треска при запуске на холодную. А вот подъедать масло этот двигатель уже не столь склонен. Конструктив по-прежнему простой. Ресурс любого из двигателей под капотом 40-ки – это 350 плюс тысяч километров пробега. Не смог здесь смазать картину в плане надежности, и вариатор, с которым агрегатируется 2-литровый мотор при нормальном обслуживании и отсутствии нагрузок, целенаправленно убивающих коробку, то есть, если, например, вы будете использовать машину для поездок в раскисшие поля, коробка проживет более 250 тысяч. То же самое касается и обновленной шестиступенчатой классической КПП для моторов 2.5. Пятое поколение RAV4 не донашивало за предшественником моторы. И 2-литровый, и 2,5-литровый агрегат. Здесь новые М20АФКС и А25АФКС. Новый суффикс указывает на наличие у этих четырехцилиндровых рядных моторов системы комбинированного впрыска топлива. То есть, форсунок здесь 8-4 относятся к распределенному впрыску, а 4-е к непосредственному. Соответственно, на двигателях присутствует топливный насос высокого давления, и режим работы форсунок выбирается из необходимых условий. Гидрокомпенсаторы на этих моторах стоят. Также здесь цепной привод газораспределительного механизма, ну и, конечно, та самая продвинутая система фазорегулирования. Мощность 2-литрового агрегата 149 лошадиных сил, а 2,5-литрового 199 лошадиных сил. И со старшим двигателем такой RAV разгоняется до 100 км в час за 8,5 секунд, что уже очень и очень даже неплохо. То есть, к пятому поколению машина стала все же заметно быстрее предшественника. Да и передача в автоматической коробке 2,5-чатого обновленного RAV теперь 8. Так, младшие же версии по-прежнему оснащены вариаторной коробкой. Оба мотора здесь еще достаточно новые, пока не успели собрать каких-то глобальных нареканий. Однако в ряде случаев отмечалась проблема с теплообменником системы EGR, в результате выхода из строя которого происходило смешивание антифриза и масла, а также необходимость периодически раз в 100 с небольшим тысяч километров чистить, собственно, клапан EGR. Так, поскольку данные моторы оснащены современными экологическими системами. Что касается ресурса, производитель заявил его на уровне 250 тысяч. Как оно будет на практике? Посмотрим, когда большее количество подобных машин этот пробег перешагнет. Что касается салона и удобства посадки 30-го RAV. В данном случае в салоне практически нет острых углов и грани, если не считать установленного сюда предыдущим владельцем обновленного планшетного компьютера на базе Android вместо штатной аудиосистемы. Кресла у 30-го RAV практически не имеют никакого выраженного профиля. Боковой поддержки здесь очень мало и на подушке, и, собственно, на спинке сидения тоже. Но в данном случае у нас максимальная комплектация, поэтому кресло имеет электрические регулировки, диапазон которых, кстати, весьма приличный. И если я при росте 1,86 м отодвину сидение до упора назад, я могу практически выпрямлять левую ногу в колене. Плюс регулировка рулевой колонки, которая здесь регулируется по вылету и по наклону, хотя, конечно, диапазон регулировок мог бы быть побольше. Но с учетом вертикальной или так называемой капитанской посадки за рулем этого автомобиля у большинства людей удобно устроиться здесь получится. Клавиши кнопочек здесь самый минимум. Стандартный блок стеклоподъемников, блок управления климатом. Весь на обычных аналоговых кнопках. Климат, кстати, двузонный. И после некоторой привычки управляться с ним удобно. Дополнительные функции типа подогрева в сидении, подогрева дворников и системы контроля скорости на спуске из горы вынесены вниз вместе с прикуривателем. Комбинация приборов полностью аналоговая. Здесь монохромный дисплей бортового компьютера и одометра. По центру большой спидометр, тахометр и два прибора, температура и бензин. Шрифт крупный, все хорошо читается. И приборка не перекрывается практически при любом положении руля, что на самом деле удивляет. Запас пространства над головой здесь также очень и очень хороший. Что касается обзорности, передняя панель здесь достаточно низкая, как и линия бокового остекления. Зеркала крупные и крайне информативные. А капот практически полностью видимый. Так что в целом с габаритами этого автомобиля вопросов не должно возникнуть ни у кого. Бардачков и подстаканников здесь достаточно два крупных перед селектором коробки передач и два дополнительных. Нижний перчаточный ящик покрупнее, верхний по сути дела пойдет только под какую-то совсем мелочевку. И традиционный центральный бокс с двойным дном. Причем достаточно вместительный, содержащий внутри еще и 12-вольтовую розетку. Что касается места на втором ряду. Если я сажусь сам за собой, то коленями я не достаю до переднего сидения. А вот если водитель будет более рослый, то контакт коленей с креслом удовольствия не доставит. Поскольку именно та часть, которая оказывается у вас напротив ног, в данном случае отделана жесткой пластмассой. Заднее сидение здесь еще более плоское, чем переднее. Так что для размещения трех пассажиров этот автомобиль вполне подходит. Тоннеля на полу, кстати, практически нет. А под передними креслами есть, пусть и ограниченное, но пространство, куда можно спрятать ступни. На удобство задних пассажиров здесь работает тот факт, что заднее сидение имеет регулировку по углу наклона. Правда, регулировать его не слишком удобно. Рычаг расположен за плечом левым или, соответственно, правым, в зависимости от того, с какой стороны вы сидите. Но отклонив кресло назад, можно получить чуть более комфортное размещение. Также к услугам задних пассажиров два подстаканника в подлокотнике, который, в общем-то, довольно удобен. И находящаяся точно на своем месте ручка на двери, за которую можно держаться при езде по, например, не очень ровной дороге. Также на 30-м RAF присутствует крепление детского кресла типа Isofix. Для людей семейных опция не лишняя. Ну а по запасу пространства над головой комментировать, что бы то ни было, здесь, наверное, излишне. Даже если поставить сидение в максимально вертикальное положение. Если интерьер 30-го RAF был округлый и самобытный, то панель приборов в сороковке уже напоминает филдеры и Toyota Corolla в 160-м кузове по своей архитектуре. Однако посадка в этой машине удобнее. И главенствующую роль здесь играют кресла. У 40-го RAF они профилированные. Здесь очень ярко выраженная боковая поддержка на спинке, да и на подушке сидения тоже. В данной комплектации кресла механические. Вот это максимально отодвинутое назад положение кресла. И при таком варианте я могу выпрямить левую ногу в колене полностью. Мой рост, напоминаю, 1,86 м. Так что с подстройкой оптимальной посадки здесь не должно возникать вопросов. То же самое касается и регулировки руля. В двух плоскостях, правда, регулировка это механическая. Если сравнивать этот автомобиль с 30-кой, то визуально здесь все кажется жестче. Да, в принципе, так оно и есть. Кроме пластика наверху дверных карт. Подлокотники в данном случае отделаны кожей. Это касается и подлокотников на двери, и подлокотника на центральном боксе. Руль особо не изменился. Он все такой же удобный и хваткий. Комбинация приборов аналоговая. Только теперь маленькие дополнительные приборы, температуру и указатель уровня топлива вписали внутрь больших циферблатов, а место по центру занял уже цветной дисплей, на который можно вывести массу параметров. Клавиш здесь визуально прибавилось. Не в последнюю очередь это заслуга мультируля в данной комплектации. Круиз-контроль все такой же рычажок справа. Стандартная мультимедийная система теперь имеет большой дисплей с камерой заднего вида. А двузонный климат-контроль слегка переработали. Индикация стала мельче, но регулировки теперь выполняются при помощи удобных поворотных рукояток. Во всяком случае это касается регулировок температуры. Вспомогательные клавиши располагаются концептуально все в том же месте, но они стали крупнее. И теперь промазать пальцем по кнопке подогрева сидений довольно проблематично. По части бардачков, подстаканников и прочего. Два подстаканника раскиданы в прямом смысле этого слова по центральной консоли. Один в передней, другой в задней части. Небольшие кармашки, полочка для мобильного телефона. Верхний бардачок исчез. Теперь его место занимает просто отформованное пространство, куда можно что-то свалить. А основной перчаточный ящик увеличился в размерах. Все тоже двойное дно у крышки центрального бокса, а бокс стал чуть-чуть менее глубоким, но при этом все еще практичен. По части обзорности здесь, несмотря на более узкую боковую линию, все хорошо, так как линия остекления все же достаточно низкая. Боковые зеркала, несмотря на зауженную форму, крупные, а капот благодаря своей форме все такой же видимый. В основном это, конечно, касается его краев. Передняя панель здесь визуально кажется повыше, лобовое стекло уже, но в целом с обзорностью все нормально. Что касается места на заднем сидении, прогресс по сравнению с 30-кой здесь в том, что у кресел больше нет жесткой пластмассовой части сзади. Теперь даже если вы упретесь коленями в сидение, это не доставит вам болевых ощущений. Кстати, запас пространства для коленей здесь больше, что предсказуемо с учетом более длинной колесной базы. Сидение по-прежнему плоское и практически не имеет какого-то выраженного профиля. Даже при максимальной вертикальной регулировке запас пространства над головой еще есть. Но вам доступно несколько положений кресла, самая пологая из которых это практически полулежачие и довольно комфортное положение. Для задних пассажиров здесь предусмотрен подлокотник, откидывающийся из центральной части кресла с двумя подстаканниками. Только теперь они расположены не один за одним, а параллельно друг к другу. К услугам задних пассажиров все те же удобные ручки держаться на дверных картах. Кстати, подлокотники здесь мягкие, отделаны кожей. И 12-ти вольтовая розетка по низу. В целом, если сравнивать с 30-м кузовом, здесь, конечно, находиться комфортнее, больше простора. А что касается интерьера 50-го кузова, то в плане удобства посадки здесь, конечно, все в порядке. Но сидения – это некий симбиоз между абсолютно плоскими креслами 30-го RAF и ярко выраженными профилированными сидениями 40-ки. Боковая поддержка здесь есть, но она не столь глобальная, как на предшественнике. При этом комбинация приборов концептуально повторяет таковую 40-го. Здесь крупные циферблаты, аналоговые, с вписанными в них стрелочными указателями температуры двигателя и уровня топлива, и большой цветной дисплей бортовика посредине. В плане материалов интерьера, кстати говоря, 50-й RAF демонстрирует нам уже мягкий верх приборной панели. И отделанные материалом, напоминающим кожу, дверные карты поверху. Жесткие здесь только нижние части консоли. Вряд ли здесь стало больше кнопочек и клавиш. Практически все то же самое, что в сороковке. Это мультируль и переработанная в плане дизайна панель управления климат-контролем, который по-прежнему двузонный. Регулировка температуры теперь осуществляется при помощи удобнейших крупных прорезиненных рукояток. А вот выбор режимов обдува, а также скорости работы вентилятора теперь отдан на откуп маленьким и практически неразличимым тактильно клавишам, по которым элементарно промахнуться, если на них не смотришь. Да и клавиши подогрева сидений здесь стали помельче. Хотя промазать по ним все еще достаточно нетривиальная задача. Мультимедийная система, естественно, обзавелась отдельно стоящим большим дисплеем. Проще стало пользоваться камерой заднего вида. И рядом с селектором коробки передач, который снабжен курком блокировки, имеет прямую прорезь, теперь располагаются клавиши активации электроручника и клавиши активации режима HOLD, то есть удержание машины на месте при помощи рабочих тормозов, при отпущенной педали тормоза. Здесь же режимы работы полного привода, зимний грязь, песок, либо каменистая поверхность. И режимы работы автомобиля. Экономичный, нормальный и спортивный режим. В плане подстаканников, бардачков и так далее, здесь есть крупная полка, куда войдет смартфон с большой диагональю, два подстаканника по центру консоли и вместительный центральный бокс, который, правда, теперь уже не имеет крышки с двойным дном. Но может оно и хорошо, меньше гремящих звуков. Основной бардачок у 50-ки, самый маленький из всей троицы, сюда войдет, разве что пачка документов А4, свернутых в рулок. Но сохранена небольшая, очень узкая полочка, куда можно разложить мобильный телефон или какую-то еще мелочевку. В плане обзорности все очень даже неплохо и чисто субъективно лучше, чем в 40-м рафе. При том, что панель здесь относительно невысокая, линия капота как бы ее продолжение, и в плане угла наклона, и в плане высоты. Лобовое стекло здесь не воспринимается как амбразура, боковые зеркала достаточно крупные. Капот по старой доброй традиции здесь, видимо, это касается не только его боковых краев, но и переднего края тоже. Так что привыкать к габаритам 50-ки долго не придется. Что касается пространства на заднем ряду, заднее сидение по традиции сохранено плоским, никакого профиля здесь нет, и ширины в целом-то достаточно для размещения трех пассажиров. Если я сажусь сам за собой в удобное для меня положение, то я не касаюсь коленями переднего сидения. Кстати говоря, здесь оно так же, как и на 40-м Рафе, мягкое, но при этом в этой машине больше всего пространства для ваших ступней под передними сидениями. К услугам задних пассажиров здесь все тот же подлокотник по центру, причем самый широкий из всей троицы. Есть два подстаканника, сидеть удобно. Присутствует регулировка спинки по наклону, правда диапазон ее такое впечатление, что стал поменьше, чем на предшественнике, но даже при вертикальном положении по-прежнему сохраняется запас пространства над головой. Также задним пассажирам теперь полагаются отдельные дефлекторы вентиляции и две USB-розетки для зарядки мобильных устройств. Заявленный клиренс Рафа в 30-м кузове 190 мм. Вооружимся рулеткой и посмотрим, соответствуют ли цифры действительности. Минимальное расстояние в данном случае до защиты моторного отсека, где-то 18,5-19 см. Передняя часть защиты, в том числе грязезащитный фартук под бампером, примерно вровень с брызговиком, это также 19 см. Расстояние от асфальта до порога 26 см за передним колесом. В задней части 24 см. Небольшая ремарка на большинстве Toyota, где отбортовка на пороге имеет подобную форму, именно задняя ее часть бывает очень часто деформирована вследствие подъема автомобиля при помощи подкатных домкратов. Место для домкрата располагается чуть спереди, поэтому желательно обращать внимание на то, под что вы все-таки будете поднимать автомобиль. Расстояние от асфальта до заднего бампера целых 33 см. И в плане свисающих ниже этого габарита вещей здесь все благополучно. Выхлопная труба здесь в габарите задней оси и даже банка глушителя выведена в сторону, так что при всем желании зацепиться ей по рукой с задним хоном к высокому препятствию у вас не получится. Подвеска 30-го RAFA выполнена по традиционной для кроссоверов схеме. Передняя подвеска здесь типа Макферсон. Нижние шаровые опоры по традиции Тойоты выполнены съемными, они на болтовом соединении, поменять вы их можете отдельно от рычага. Также здесь не будет особых проблем при обслуживании стабилизаторов поперечной устойчивости. Да, придется кое-что подразобрать, но в целом после этого доступ ко втулкам у вас будет неплохой, обойдется без демонтажа подрамника. В задней части автомобиля мы видим слева от кардана топливный бак, его объем 60 литров и бак здесь металлический, причем никакой дополнительной защиты у него нет, поэтому при осмотре автомобиля обращайте внимание на отсутствие на баке коррозии. Что касается системы полного привода, то у этого поколения RAV4 привод уже не постоянный, полный, как был на предыдущих двух. Здесь используется стандартная для большинства кроссоверов схема, основной привод передний по требованию подключается в работу задняя ось через муфту, которую вы также можете заблокировать в принудительном порядке при помощи клавиши на передней панели. Задняя подвеска здесь у нас на поперечных рычагах и отличается необычным углом установки амортизаторов. Угол наклона их больше, чем на большинстве других автомобилей, которые мы привыкли видеть. Задние тормоза у 30-го RAV4 дисковые, а стояночный тормоз самый обычный, привычный, механический. Что касается дорожного просвета, каталожное значение его для 40-го RAV4, 197 мм, вооружимся рулеткой и проверим. Низшая точка под защитой моторного отсека, до нее от асфальта порядка 19,5 см, то есть цифры соответствуют заявленным. При этом до брызговика под передним бампером 20,5 см, а до самого бампера почти 27 см. Расстояние от асфальта до порога за передним колесом 27,5 см, перед задним колесом 26 см, а задний бампер находится на расстоянии 31 см от поверхности земли. При этом здесь практически так же, как и на 30-ке, ничего не свисает особо ниже этой отметки. Так что в плане геометрической проходимости у 40-го RAV4 все очень даже хорошо. И эта машина получилась повыше, чем предыдущий кузов. И если сверху в плане дизайна кузова и интерьера эта машина была полностью переработана относительно 30-ки, то взгляд на подвеску 40-го RAV4, естественно, вызывает ассоциации с предшественником. Практически то же самое. Это тот же Макферсон, те же самые съемные шаровые опоры нижних рычагов и ровно такое же крепление стабилизатора к подрамнику, как и на предшественнике. Кстати, антикоррозийная обработка на этом автомобиле присутствует, причем не только в виде швов на герметике, но и в виде дополнительного антикора. Правда, в основном по контуру все тех же самых швов. Автомобиль 2016 года и каких-то следов коррозии под нищу здесь, кстати говоря, не замечено. Не поменялось здесь и расположение топливного бака. Все так же по левой стороне по ходу движения бак все так же металлический, объем его 60 литров, как и на предыдущем кузове. А вот система полного привода теперь отличается. Если на предыдущем поколении 30-м RAV4 задняя ось подключалась в работу при помощи муфты принудительно, то в данном случае муфт уже две в переднем и заднем дифференциале. Этот автомобиль умеет не только перебрасывать крутящий момент между осями, но и между сторонами тоже, что позволило добиться лучшей проходимости и, кстати, управляемости в поворотах. В нормальных условиях 40-й RAV это чисто переднеприводная машина, которая при необходимости может перебрасывать до половины крутящего момента назад. В задней подвеске все осталось по-старому, вплоть до крепления стабилизатора поперечной устойчивости, болты крепления которого находятся все так же ровно за приводами. Все тот же наклон амортизаторов и, естественно, дисковые тормоза. Так что по части подвески сходство с 30-кой у этой машины больше, чем различий. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела у 50-го RAV4 с дорожным просветом. Самая низкая точка у этой машины находится все так же под защитой моторного отсека, и расстояние до нее от асфальта всего 17 сантиметров. Пластиковая защита под передним бампером на том же уровне, а резиновый брызговик находится на отметке 16 сантиметров, так что, по крайней мере, по части передней это самый низкий RAV из всех отсмотренных. Расстояние до порога за передним колесом здесь 25 сантиметров, в задней части 26, и при этом здесь больше нет выступающей отбортовки, как было на предыдущих кузовах. Расстояние до заднего бампера не изменилось 30 сантиметров ровно, но основная банка глушителя развернута поперек и скрадывает место под задним бампером, поскольку она вынесена за заднюю ось. Да и насадкой глушителя зацепиться тоже можно, так что по части внедорожных возможностей в плане клиренса этот RAV, пожалуй, аутсайдер среди своих собратьев. Что касается подвески, то передняя подвеска у этого автомобиля особо не изменилась по сравнению с предыдущими кузовами. В том числе и в плане трудоемкости обслуживания, по крайней мере, компания сохранила здесь отдельные шаровые опоры в нижних рычагах. Крепление стабилизатора поперечной устойчивости поменяли. Если раньше он крепился к подрамнику снизу, то теперь сверху, как, например, на большинстве моделей Ниссана. В плане антикоррозийной защиты на кузове практически сугубо шовный герметик. Зато все днище автомобиля теперь у нас закрыто пластиком и термозащитными экранами. Кстати, те места, где между защитами присутствуют своего рода бреши, здесь защищены дополнительным слоем антикора. Топливный бак располагается в том же месте, правда, теперь он практически полностью скрыт из виду. Сам бак теперь стал пластиковым, а его объем уменьшился и составляет 55 литров. А вот задняя подвеска 50-ки визуально уже отличается от того, что мы видели на предшественниках. Не в плане концепции здесь все та же многорычажка, но в плане более привычного крепления амортизаторов, которые все так же разнесены с пружинами, но теперь стоят под более привычным практически прямым углом. Да и стояночный тормоз теперь здесь приводится электромоторами. Задние тормоза остались дисковыми, но стояночный тормоз теперь электрический. А вот за что следует похвалить 50-ку, так это за наличие нормальной антикоррозийной защиты над задней подвеской на кузове. И то же самое касается района тазика багажника и усилителя заднего бампера. Вот такой сравнительный обзор трех поколений RAV4 у нас сегодня получился. Если он оказался для вас в чем-то полезен и понравился, то не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Также пишите, какие сравнения вы хотели бы видеть на нашем канале в будущем. Ну а мы в свою очередь постараемся собрать участников ваших просьб и отснять их всех вместе. Если же вас заинтересовали какие-то из экземпляров, которые были сегодня представлены в нашем обзоре, есть приличный шанс, что к моменту, когда это видео увидит свет, машины все еще будут в продаже. В компании RDM Import в городе Новосибирске всю интересующую вас информацию по автомобилям, включая стоимость и технические характеристики, вы можете уточнить, воспользовавшись контактным телефоном, который будет в описании под видеороликом. На нем же есть WhatsApp, поэтому пишите, звоните и не стесняйтесь задавать вопросы. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!